Продолжение следует... Сюжет придумывается вопросом, почему произошло то или иное событие. А события может быть практически любым. Можно придумать сюжет, почему произошла съемка наша сегодняшняя, в чем вы снимаете. Можно придумать историю, почему она произошла. И она может иметь какой-то смысл. В частности, про мою жизнь и про вашу жизнь. Можно вполне придумать сюжет о человеке, называемого дураком, как я. Который считает, что этот фильм очень важен для него. Для продвижения, для карьерного взлета. Для того, чтобы заинтересовать собой аудиторию. Это, условно, персонаж под названием дурак. И второй персонаж, значит, под названием не дурак, это вы. Который поддакивает дураку, что да, что это очень важно, то, что вы рассказываете. А на самом деле просто нужно пленку гнать, единицу сдать, поскольку получены деньги. А в итоге, вот, из соприкосновения не дурака и дурака происходит что-то третье. И вот что это третье, это просто может сама история с нашим фильмом ответить. Вот если это третье произойдет, то будет история. Ну, потом это мы все вырежем. Нет ничего пошлее съемок человека, который открывает гараж и оттуда выкатывается японская машина. Это хуже нет. Мы это вырежем. Вот совершенно был чистый лог. Вот за какое-то время вот превратилось вот в такое. Значит, по-первыхому, когда началось это, мы еще здесь убирались. Как могли это все вывозили. Но как бы сил нету двум, трем, четырем человек здесь убираться. Вот, посмотрите, снимай, снимай, снимай. Принесла она. Принесла. Вспомните Гоголя. Поставишь столб, нанесут всякой дряни. Значит, написано почти 200 лет назад. Первая же дрянь, которая здесь оказывается, как цепная реакция, несут все. И вот сейчас та девочка, которую вы видели, это не московская девочка. Это девочка местная. Вот патриоты нам говорят, чувство Родины отсутствует у москвичей, у жидов и так далее и тому подобное. Но проблема в том, что да, и у москвичей, и у не у москвичей, у многих отсутствует чувство Родины. Но чувство Родины самое страшное. Отсутствует у коренных жителей. Вот это отсутствие чувства Родины. Это вот русская бездомность и отношение к собственной Родине, как некой гулящей проститутке, девке, которую нужно обобрать, снасиловать и какое-то время кайф испытывать. А потом, может быть, куда-то переехать. Бездомие. Бездомие русского человека. Это очень страшное явление. Я жил лет до 18-ти вообще без чувства Родины. И в 75-м впервые выбрался в деревню русскую. И я вдруг был шокирован тем, что вот это всё как бы моё. Что может быть моим? Я, рождённый около студии Горького, всё время в этой актёрской киношной среде, которая окружала маму, Тихонов, Смоктуновский. Вообще, что может быть там моё? Я впервые вдруг почувствовал ощущение страны в этой деревне. И с тех пор как-то пытался как можно больше проводить время в деревнях, выезжать туда. Сначала, сначала... Вот ещё одну снимайте, ещё одна местная понесла. Ведь знает же, что не убирает. Знает. Ой, Господи, ужас какой. Так вот, с тех пор я как-то понял, что вот моё место здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Судьба – это причинно-следственная связь. То, что мы делаем, то получаем. А проведение есть замысел Бога о конкретном человеке. И вот этот замысел Бога о конкретном человеке остаётся, конечно же, тайной. Пришла мысль о том, чтобы мой курс, который я читаю в Авгике, отличался бы от курса голливудского. Отличаться он может тем, что, если допустить, что законы драматургии – это универсальные законы мира, а не законы художественного произведения. И жизнь человеческая подчиняется драматургическим законам. Механика, судя, я сначала отчитал эту книгу на лекциях перед удивлёнными студентами, многие из которых были близки к замешательству, а потом написал эту книгу. Так, значит, несколько слов о том, что нас всех ожидает с вами. Страшный суд ожидает всех, да, но мы не знаем, к счастью для нас, мы не знаем, да, когда он будет и когда всё это случится. Несколько занятий, так скажем, пару занятий, может, больше. Мы посвятим такому поджанру под названием биографический фильм. Ну, значит, что меня интересует здесь? Меня интересует вот эта вот драматургия судьбы. Вот есть ли закономерности человеческой жизни? Вот это меня интересует. Вот говорят, что Бог говорит в основном через судьбы людей. Но что самое интересное, что если мы пытаемся понять, что говорил Бог через жизнь Толстого, или что там говорил Бог через жизнь, ну, я не знаю, Джона Леннона или Курта Кобейна, то мы тем самым можем понять, что он через нашу собственную жизнь хочет сказать, и что мы делаем сами с собственной жизнью. Вот биографический фильм интересен тем, что любая биография должна давать ответ на то, как собственная наша жизнь строится. Вот как она развивается? Можно ли её перестроить? Как перестроить? Нужно ли перестраивать? Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Дрожит от страха. Так, 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 так. Снимайся, Аркадий, снимайся. Вот она, Россия, вот то, что у меня ассоциируется с Россией. Надо обязательно так прилизываться было, да? Смотрите, какой ведущий живописный, как Джордж Харрисон. Меня прилизали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четырнадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, пятнадцать. А в Афгике как у вас курс называется? Ну, а мастер, нет, это мастерская, мастерская, нет, это не мастер-класс, это мастерская сценаристов. Я просто веду с 92-го года. Поначалу так было довольно-то все тяжело, потому что люди выходили вообще в отсутствие кинопроизводства. А сейчас мои начали делать кино, так, активно. Выпускники, 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 да. Так, несколько шумных фильмов сделали. Бумер мой. Вот сейчас остров Лунгина мой. Те, кто помнит меня в детстве, говорят, что я был такой толстый, розовый, щекий, очень веселый. Но внутри-то я себя помню. Наверное, некий страх темноты, некая незащищенность, которую я ощущал, очень сильно повлияла на меня. Из страха сумерек, наверное, родилась вера в Бога, поскольку я сумерек боялся и требовалась какая-то защита. Тот же самый Фрейд сказал бы, что вообще-то все это без отцовщина родилось, наверное. Потому что отец у меня был человек экстравагантный, но он без каких-то устоев таких внутренних, по-видимому, стихийно талантливый. Он буянил, гулял, протестовал, выдумывал и так вот отбился от нас. Хотя, в общем, я не знаю, как он мог отбиться и как он мог не помогать. Потому что он сидел еще. Человек с возрастом только физически стареет, а нравственно он остается неизменным. То есть душевно, скажем так, не нравственно, а душевно, если иметь в виду чувства и страсти, он остается таким же, как в юности. И в этом трагедия человека. Конечно, горько думать, если у человека только отказывает тело, а его по-прежнему разрывают все те же самые страсти, которые разрывали его в юности. Так вот, я бы хотел стареть внутренне. Если под старением понимать некое развитие. Я не хочу быть внешне немощным, а внутренне вечно молодым. Нет, меня это совершенно не привлекает. Меня это совершенно не привлекает. И более того, я думаю, что если вот так вот действительно человек остается внутренне неизменным, то жизнь прожита зря. То есть мы приходим в мир дураками, правда безгрешными. Потом набираемся грехов, а по большей степени ума и не прибавляется. Это очень плохо. Сексуальные страсти сублимируются, а гордыня, она, по-видимому, вообще никогда человека не оставляет. А вас? Я уж как могу борюсь. Я уж как могу себя смиряю. Отказываюсь от гонки за успехом. Другое дело, что себя не надо ненавидеть, но черта внутри себя, с чертом, конечно, надо бороться. Безусловно. А он есть. В каждом человеке есть. Отцу Олегу какой привет от прихожанина пожелаете. Камера пошла? Можно? Здравствуйте. Добрый день. Представляя вас, невольно используешь целый ряд определений, поэт, писатель, сценарист. Что для вас наиболее важно? Как вы себя определяете сами? Да я уж не знаю, что говорить. Обычно я говорю, ничего не важно. Но сейчас в таком контексте пиара это тоже смотрится как некий такой ход. Конечно, я изначально литератор, а кино, ну, социализация, социализация. Каким образом каждое из этих занятий сочетается или не сочетается с другим? То, что не сочетается, я не знаю, но это продавание, некое продавание себя. Другое дело, что продавать можно себя на панели и продавать можно себя людям, которые думают и чувствуют так, как ты. Да мы вот в Юрьев, да можем до остановки довезти. До остановки, если можно, то довезите, пожалуйста. До остановки довезем. До остановки довезем. Мы просто в Юрьев и едем сейчас. А, ну сколько будем ждать? Мы пока ждем, так дойдем. Да нет, сейчас мы быстрее. Ничего мы не меряем, мы снимаем. Такой видеофильм. А, вот это сделаем, да? Да, про меня, да, я просто сюда, в вашу церковь, хожу, несколько раз причащался от Санвега. Для меня она очень дорога. Да? Очень хорошая, да, автобусная. Аркадий, пошли довезем сестрит до автобуса. Что это не усядет? Усядет. Она ляжет. Все, кто ляжет. Алло. Добрый день. Да, здравствуйте. Ага. Вы знаете, я не в Москве еще. Я еще на отдыхе, да, я буду во второй половине сентября, к октябрю, наверное, ближе. Скорее всего. И у меня просто с октября работа, и тогда в любое время я дам интервью. А сейчас просто я пока еще на отдыхе, да, нахожусь. Угу. Да, да, хорошо договорились. Угу. Спасибо, до свидания. Пойдем, Аркадий, пойдем. Надо довезти. А вы в Юрьев что сейчас поедете? В Юрьев поснимаем Кремль. Кремль, Кремль, монастырь поснимаем. Я очень, очень люблю Юрьев. Поедем, 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 Тим Юрьев, погуляем. Вот эту вот водку бы сняли здесь, раньше же у нас в поезд, да, ходили. А сейчас не ходят уже? А сейчас хоть до 4, у нас будет приезд. А сейчас не ходят. А сейчас не ходят очень редко, у нас будет приезд. Наш дом, барак, находился рядом с Абгиком. Это такая была окраина Москвы. Гостиница «Турист» была чуть ли не последним зданием. А дальше уже шел лес. Вот. И там стоял такой барак двухэтажный, в котором жили работники киностудии имени Горького. Это была 5 метров комната, естественно, с клопами, со всем остальным. По поводу санузла вообще не знаю, поскольку ходил на горшок. Так что, если что-то и было тогда, так вот это было некое подобие нужды. Когда считались деньги, когда отец пил, то уходил из семьи, то приходил в нее, как страдала мама. А потом уже в 60-х годах переселились в другую коммуналку, но это уже была коммуналка со всеми удобствами. Это дом на улице Сергея Изенштейна, рядом со студией Горького. Почему рядом со студией Горького? Потому что моя мама работала режиссером дубляжа на студии Горького. А потом еще запомнилось, как отец уходил из дома. Мне, наверное, года 3-4 было, после этого я уже его не видел. И говорил, что он едет в Крым, в археологическую какую-то экспедицию. Я у него просил привезти мне скафандр. Вот это запомнилось. В Ялте были родители моего отца. И была история, которая на маму неизгладимое впечатление. Собственно, история, повлиявшая на их развод. Когда отец пришел весь седой домой, мама спросила, что такое? Он сказал, меня проиграли в карты. Надо откупаться. Седые волосы все, старик глубокий. Ну, мама, значит, в паркете у нее были, значит, бабушка, вернее, мама, моей мамы, моя бабушка, значит, дала ей несколько николаевских десяток золотых. Все, что было в семье. И мама отдала эти десятки. Перед тем, как отдавать, отец, значит, забрался на подоконник и сказал, что он кидается из окна. Вот. А мы жили на первом этаже. Но тогда мы об этом забыли, и нам казалось, что если он кинется с первого этажа, то он разобьется. Вот. Отдали эти десятки, а потом он пришел цветущий, вот, с прежними своими темными, темно-русыми волосами. Мама сказала, где же седина? Он говорит, да, это пепел был. И закурил беломор. Вот, вот этот адский Николай. То, что я от отца запомнил. Причем, значит, мама же его пыталась все время культурить. Мама же такая культурная, она же из Эйзенштейна училась. Она, значит, устроила его на студию монтером телефонным. И он, значит, буквально в первый, во второй день, значит, чинил телефон в кабинете директора студии, и что-то ему не понравилось, как директор студии на него посмотрел. Он взял телефон и запустил ему в голову. Это мне нравится. Я так не могу. Ребята, а это вы сажали деревья, да? Молодцы. А что за деревья? Вот это? Да. Какая деревья? Ара, кто сажал здесь? Там, по-фотографироваться. Зачем фотографировать, я не понимаю? Фотографировать? Это у нас фильм про эти места. Да? Фильм, фильм для телевидения. Потом по телевизору можем спокойно, да? Думаю, да. Нет, серьезно, я справлюсь. Серьезно, серьезно. Да? Дело в том, что здесь это все грозило вырубкой. Я весной просто занимался отстаиванием этой территории. Писал Путину, Лужкову. Вот после этого вдруг что-то сдвинулось. Это для меня радость очень большая. Потому что я уже попрощался с этими местами. А по какому каналу будут смотреть? Не знаю, кто это купит. Но все равно, а вдруг не купит, да? Да, вдруг не купит. Может кто-то купит. Ну, спасибо, ребята. Так не знаю, что спасибо. Спасибо, молодцы. Знаете, сколько машин отсюда мусор и все вывезли? Подозреваю, потому что мы с пятачка, вот где белки, выносили сами мусор на себе. И все равно это было ничтожная капля. Потому что это все было в завалах. Здесь все в пиве, все. И ну что тут сделаешь? Ладно, спасибо. Спасибо. Вот, вот, яуза, по которой Хрущев обещался пустить корабли. Вот, сними, Аркадий. У меня здесь такой навязчивый кошмар и навязчивый сон о подземном городе. Вот что здесь якобы существует огромный подземный город, в который я время от времени проваливаюсь, из которого до конца сна не могу выйти. Но вместе с тем, в самом конце, перед тем, как проснуться, я выхожу из него. Я отчасти это описал в книге «Механика судеб», по-моему, в главе о сновидениях. Вот это вот место, вот начало этого места. КОНЕЦ Вот это одно из немногих мест, вот, буду умирать, наверное, и буду вспоминать. Вот здесь вот есть скамеечка, где мне сюжеты приходят. Вот в этой колокольне. Ах ты, черт. Ее снесли, переставили. Сюжетами, значит, не будет больше сюжетов. Все. Вот здесь. Вот переставили туда. Ну, может быть, там тоже что-то в голову придет. А настоящее приходит неожиданное, приходит интуитивно, во сне или вот в каком-то таком месте, вот, скажем, в этом месте. Пока я сижу, мне ничего в голову не пришло. Ну, может быть, если я посижу здесь в одиночестве, час-другой, вполне возможно, что мне в голову придет что-то любопытное. В каждой точке нашего существования, из каждой точки, можно извлечь сюжет. Этот сюжет можно извлечь даже из того, почему мы сейчас за этим столом сидим, друг с другом разговариваем. Если просмотреть, как бы, чуть-чуть ваше прошлое и мое прошлое, то эти две точки соединятся. Это уже интересно. Более того, соединение неких точек можно прогнозировать в будущем. И поэтому для меня драматургия – это такая вещь онтологическая и гносиологическая. Мне интересно ею заниматься, потому что через события и через мнимые случайности Бог говорит, судьба говорит. Вот вы сейчас все в завязочной части композиции находитесь в жизни своей. Вы совершаете сейчас тот или иной поступок, благовидный или неблаговидный. По теории драматургии, эта завязка должна привести к определенной развязке. Преступление и наказание? Рифмария обязательно срекоменция. Или не обязательно. Меня крестили довольно поздно, в пять лет, в кафедральном храме в Ялте. В Ялте были родители моего отца. И уж не знаю, кто хотел, чтобы меня покрестили. Может быть, мама, может быть, они. Помню белые простыни, в которые я был заворачен. И, как говорили, я в купели дернул батюшку за бороду. В том, что мама смеялась, очень мне часто это говорила. Мама меня назвала Юрием и хотела, чтобы меня крестили, как Юрия. Ну, значит, батюшка сказала, такого и мне нет в святцах. Мы можем покрестить только, как Георгия. Мама была очень расстроена. Она говорила, батюшка, ну, а как же Юрий долгорукий? Ну, мама была неграмотна в конфессиональных вопросах. И Юрий долгорукий ни к какому лику святых не причислен. Не было Юрия. И крестили, как Георгий. Я не придавал этому значения. И помню как-то в советских журналах, что значит имена. И вот был Юрий Землепашец. И мне кажется, что я всю жизнь раздвоен. Слово Юрия тянет меня, чтобы пахать землю, чтобы заниматься крестьянским трудом. А имя Георгия, которое я крещу, тянет к подвигам, к восхождению, к карьере, к каким-то битвам. И я всю жизнь никак не могу решить, что же мне нужно. Когда я выбираю тишину и землю пахания, мне кажется, что я в чем-то себя обделил. Когда вдруг складывается так, что нужно делать карьеру, мне кажется, что я себя еще больше обделил. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Не скажет, без ножа собирает вообще браконьеры леса. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, а дыни вот эти почем? 45 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Идите сюда. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok К нам в школу приехал какой-то поэт Тогда от союза писателей По школам ездили Всякого рода поэты И читали свои стихи Вот он приехал И стал читать свои стихи А я до этого Написал одно единственное Стихотворение Что-то про загнанных лошадей Мне часто снятся не призраки прошлого, не детские страхи, не какие-то темные тени Мне часто снятся загнанные лошади, загнанные лошади в белой пень Чего они мне снятся, я не знаю до сих пор Глупое довольно стихотворение, такое подражание Маяковскому Я услышал, что поэт в библиотеке, нет, в учительской, торгуется, значит, по поводу оплаты его вечера Зашел и сказал, а можно мне стихотворение прочитать? Я тоже поэт, я сказал Он сказал, ну хорошо, читайте Я прочел ему своих загнанных лошадей, он сказал, знаете, это подражание Слуцкому Я тогда это ничего не читал, не знал, вообще поэзию не читал, ни Пушкина не читал, никого, всех презирал Я прочел, он говорит, это Слуцкому его подражать? Я говорю, да нет, я не знаю Тут он в меня вгляделся и сказал Знаете, я вам могу предсказать ваше будущее Вы будете очень модны в салонах Но в большую поэзию вас никогда не пустят Меня это потрясло Я подумал, ну если такой человек, профессиональный поэт, слезописатель говорит, что я буду в модном салоне Значит, надо быть в модном салоне, надо писать стихи И я начал в стол писать стихи И вот в этот стол необъятный я писал лет десять И только в восемьдесят седьмом году опубликовал в юности одно мое искалеченное стихотворение И вдруг все завертелось Как это у какого-то классика сказано, и все завертее Здрасте Зовут меня Юрий Арабов Собственно, я должен представить, наверное, книжку свою Как это делать, я не знаю Что эта книжка из себя представляет, в общем, я тоже не знаю Но что-то такое, значит, я по этому поводу могу сказать Если мои опыты публичности, как поэта в восьмидесятых годах Срывали аплодисменты и были чрезвычайно успешными массово То когда я стал писать другие стихи То я видел, что затихает зал Успех уходил И тогда я вдруг спросил, а зачем мне эта публичность? Вот литература, кабинет, безденежье Может быть, чахотка Вот это все как бы мое А вот кино, кинофестивали, презентации кинофильма Вот это все страшно И вот здесь я поступил не как Георгий Победоносец Надо было скакать с копьем и поражать змея А я поступил как Юрий Замкнулся в себе и ушел в земледелие И до сих пор не знаю, правильно ли я поступил Но меня утешает то, что я до сих пор, в общем, могу писать А многие люди, которые поступили иначе Просто писать перестали, нету сил Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Интересно мне даже посмотреть, что там Ну вообще об этом нельзя говорить Как я думал в юности У меня был пункт, что предпочесть Тропу художества или тропу духовного делания Монашескую И я тогда очень сильно думал Мне очень хотелось избрать именно эту струю Но я как-то переломил себя Не решился Я выбрал художественный путь И вполне возможно, что я выбрал его сейчас Но я не уверен, правильно ли это выбор Я верю в то, что жизнь человека и его будущее Определяет то, что он сделал настоящим И то, что он сделал в прошлом В этом смысле будущее человека не является тайной Так же, как можно представлять, что если человек сильно пьет То, по-видимому, в будущем будет цирроз печени Вот в этот детерминизм я верю Вот в этот детерминизм я верю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вдруг позвонил Сказал, это твой отец Я думал, роман читал Роман он не читал и не знал даже, что написал А до этого его 40 лет не было И мы с ним где-то около года перезванивались Я все время пытался вычислить Авантюрист ли это Или на самом деле отец У меня не было уверенности Вдруг звонит подруга мамы, которая не звонила лет 20 Я говорю, знаете, вот отец нашелся Она говорит, да ты что, какой отец? Он у тебя в 66 году погиб Авантюрист А потом перед смертью он мне прислал фотографию свою и мамы Да и все А потом перед всем А потом перед всем Она говорит, да вы fair я же так с ними не увиделся я все вычислял потом каялся в этом батюшка мне сказал что он живо вас бросил что вы каетесь вы как бы ответили тем же но я знаю что на самом деле лет он не требовал никакой помощи ему просто надо нужен был какой-то разговор встречается раба божья ксении в имя отца и сына и святого духа аминь встречается раба божья ксении во имя отца и сына и святого духа аминь и а и и и а и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok